Между тем, большая часть техники и личный состав спасателей покинули Козелагаш, село в Алматинской области, оказавшееся под ударом воды после прорыва плотины. МЧС закончила проведение оперативно-спасательных работ, но поисковые работы будут продолжаться до 30 марта. Людмила Экзархова с подробностями. Спасательные работы закончились, но поиски пропавших без вести продолжаются. К этому моменту погибшими в результате наводнения в Козелагаже считаются 43 человека. Но власти не исключают, жертв могло быть гораздо больше. Жители поселка в этом уверены. Учитель Гульмира Асакмулдинова знает почти всех односельчан. Ее подсчеты резко отличаются от официальных. Соклассник, он, например, потерял родителей, он сказал, что его отец был уже 2015 по счету. 215 вернее. Семья Ильяса Токтархана намерена переехать в другой район. На месте трагедии жители не боятся. Убеждены, данные МЧС о количестве погибших сильно занижены. Властям верить нельзя, считает Ильяс. В день бедствия он не внял вещеванием полицейских, благодаря этому спасся. Полиция нам сказала, сидите дома и все будет нормально. Но я со своей семьей не стал их слушать. Мы собрали вещи и просто сбежали. Между тем, в мечетях страны службы по погибшим и пропавшим без вести в Кызалагаше проводят ежедневно. Заместитель Верховного Муфтия Мухаммад Хусейн Асабеков говорит, у священнослужителей есть списки отошедших в мир иной. Но конкретных цифр предпочитает не называть. За Маким Алматинской области Серик Муканов заявляет, 43 погибших – это точная цифра. Спасатели перекопали 25 километров от поселка. И вот на днях нашли еще трех человек. Спасательные работы в Кызалагаше продолжаются до 31 марта. В Акимате уже не скрывают оптимизма. По мнению чиновников, жизнь в поселке возвращается, ведь строители заложили около 200 фундаментов. Людмила Экзархова, Боржан Адрисов из Алматы, Казахстан. Свои меры во избежание потопа принимают на востоке Казахстана в городе Семеев. Там приступили к вывозу снега. Ежедневно из города вывозят до 60 тонн, но только с центральных улиц. А жителям Акраин городской Акимат предложил с угрозой подтопления бороться собственными силами. Как спасаться от потопа узнавал Игорь Петров. Из Семеевы возят снег. Каждый день по 60 тонн. Нынешней зимой осадков выпало в три раза больше обычной нормы. В бюджете такую природную аномалию не учли. И теперь коммунальщики располагают только 12 тысячами долларов. На такие деньги весь город не очистишь. Предпочтение отдали центральным улицам. Определено 39 улиц, которые более опасны, где больше скопление снега и отрицательно влияет на транспортное передвижение. Поэтому на этих работах задействованы наши предприятия, которые сейчас вывозят снег. За бортом, как обычно, остался частный сектор Семея. Его топит каждую весну. Для осета Калиева позиции городских властей означает одно – спасаться от наводнения им придется самим. Только своими силами приходится нанимать кун за свои деньги, камазы. И вот только так вывозить. Если в Акимате не хотят, то, в принципе, деньги, как слышали, выделили на Восточных Казахстан по поводу паводков, шов. Ну, пока тишина. Убрали только центральные улицы, а остальные улицы все оставили. Из-за таяния снега уже половина городских дорог покрыта водой. 14 автоцистерн не справляются с объемом очистительных работ. Тем временем синоптики прогнозируют в ближайшие дни повышение температуры до 10 градусов. Игорь Петров, Евгений Сазин. Семей. Казахстан. В Павлодаре стала известна причина другого ЧП уже неприродного характера. 16 марта в одном из детских домов отравились десятки детей. Разносчиком кишечной инфекции оказался повар. Спустя 9 дней санврачи обнародовали результаты расследования. Так, инфекция стафилококку у повара привела к массовому пищевому отравлению. 18 детей пришлось госпитализировать. Сейчас их выписали. Санврачи выявили, за неделю до ЧП у троих малышей была рвота. Воспитатели отпаивали их эргидроном. Медперсонал садика этот факт умолчал. У детей была рвота. То есть есть родители, которые сказали, что они заболели ранее. В этом детском саду все началось. Но так как администрация не принимала никаких мер, соответственно мы с вами получили вот эту вспышку, которую можно было бы предотвратить. В Есильском районном суде Астаны продолжаются разбирательства по громкому делу предпринимателя Серика Туржанова. 25 марта суд закончил допрос основных свидетелей и экспертов по эпизодам КАС Космоса и валют Транзитбанка. Главная деталь судебного процесса в четверг эксперты признали, что все документы, представленные следственно-почерковеческую экспертизу, подписывал экз-глава КАС Космоса. Он, в свою очередь, продолжает утверждать, что одна из подписей все же поддельная. Суд не принял доводы Туржановой, приобщил заключение экспертов к материалам уголовного дела. На следующем заседании начнется рассмотрение эпизодов по агентству по статистике. Напомним, бизнесмен обвиняется в провале двух масштабных космических проектов Казахстана и хищении госденег во время переписной кампании 2009 года. Ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 4,5 миллиона долларов. Были совпадающиеся признаки. У нас осмотр визуальный, также микроскопический. И по частным признакам мы определяем, что эта подпись совпадает с образцами Туржанова. И потом придем к выводу, что эта подпись выполнена Туржановой. Тем временем, международный резонанс получил другой казахстанский судебный процесс. Российские и английские коллеги приехали поддержать Айнура Курманова, лидера объединения «Талмаз». По решению суда, его оштрафовали на 20 минимальных расчетных показателей. Доказать организацию акции протеста не удалось. Доказали просто участие в акции протеста. Суд Курманов пришел не один, а в сопровождении группы поддержки. Представители социалистических движений Лондона и Москвы прибыли в Алматы на слет либо радикальных троцкистских политических организаций. Мероприятие как раз совпало с судебным разбирательством в отношении Курманова. Иностранцы уже назвали процесс недемократичным. Лондонского социалиста Роберта Джонса особенно расстраивает системное преследование борцов за права рабочих. В Англии подобных судебных разбирательств единицы, в то время как в Казахстане только активиста Курманова сажали уже больше десяти раз. Но это не больше, чем попытка. Власть остановит людей, которые хотят защищать и помогать. Рабочих, молодежи, женщины, которые защищают свои права. Мы считаем, что как это удивительно, для власти это очень опасно. На этом у меня все. До встречи на канале КАПЛЮС. КАПЛЮС.